Всем привет! Этим ранним утром мы оказались в Дубае. Мы здесь делаем пересадку и летим в Бангкок. В этом январе мы поедем в Таиланд. Вначале мы посетим Бангкок, покажем вам вечерний Бангкок. Потом встретим наших друзей и поедем в Паттайя-сити. Там потусим. Оттуда опять вернемся в Бангкок, полетим на самолете на Пхукет. На острове Пхукет пробудем 4 дня. И там, может быть, сгоняем на острова Пхипхи. Да, такой план. Займет это все примерно 12 дней. Но посмотрим, каким образом мы распорядимся нашим видео временем. Возможно, мы не будем снимать видео и выкладывать их каждый день, но решим по ходу действий. Да. И, как обычно, летим на таком гигантском А380. Это такие киты. Мы тут решили посмотреть, какие цены в Макдональдсе, в этом аэропорту. Цены индекс Биг Мага так проверить. Так сказать, проверить. Какой нам нужно с бифом? С бифом, да. Здесь свинины, наверное, нет. Здесь все халяльное. Так, значит, Биг Маг. Биг Маг. 19 АЕД. А сколько это в долларах? Без понятия. Обычно здесь все цены в аэропорту указывают в местной валюте и в долларах. Но здесь что-то не указано в долларах. Еще одна особенность этого аэропорта. Здесь везде указаны места, где можно помолиться. Вот это... И отдельно. Для мужчин и для женщин. Не могли мы пройти мимо, конечно же, дорогой тачки, выставленной в аэропорту. Такой вот оранжевый Макларен. Тут представлено? Да, это не просто какие-то там BMW или что-то такое, а здесь прямо стоящий гоночный британский автомобиль. Мы, когда гуляли, видели, как подходил к этому Макларену какой-то буддийский монах в оранжевой своей... Да, прекрасно с ним сочетался. Да, с оранжевым Маклареном. Вот мы приехали в Бангкок. Тут тоже большой аэропорт. Сейчас идем проходить контроль и забирать багаж и в город. Мы едем из аэропорта на метро до почти что центра города, где наш отель. Соответственно, вот такие жетончики на метро. Стоит каждый 45 бат. Я не знаю, как это переводить, но 1 евро это 36 бат. То есть евро с небольшим стоит жетончик. Но мы едем от начала ветки до конца ветки. Короче, мы приехали на станцию наконечную. Тут вообще начался такой мегаполис азиатский, где высокие дома, куча народу. Все многоуровневое. То есть метро ходит на 3 уровня выше дорог, на 2 уровня ниже парковок. Здесь где-то живет под ними, кто-то над ними. Короче, азиатский от дочек. Да, и кстати говоря, жетончики это не просто жетончики. Их нужно было сначала пробивать при входе, а уже при выходе из метро кидать, как обычно, жетончик. То есть он заряжен на успех. Вот мы спустились вниз. Тут, короче, правостороннее же движение. И вот мы сейчас двигаемся вдоль таких вот рыночек. Здесь можно поесть. Здесь какие-то крутые здания соседствуют с такими рынками. По дороге идут хорошие японские автомобили и трехколесные тук-туки. Вот это вот Таиланд. Вот здесь ходит метро, но мы решили одну станцию на метро не ехать, а поройтись пешочком, посмотреть на город. Как видно, все американские бренды здесь представлены. Старбакс и 7-Eleven. Да, тут только на крутых машинах заезжает Старбакс. Все машины покрыты грязью. Регулировщик. А, это... Да, это парковщики. Они здесь популярны, потому что, когда большой поток машин, бывает так, что не выйдешь и без такого человека не обойтись. Даже макдональдсы такие имеют себе штуки. Тут рестораны хорошие. В общем, я, наверное, могу долго здесь показывать и рассказывать. Тут в Азии есть свой шик. С непривычки просто хаос. И я просто давно не был в Азии и отвык от такого хаоса и беспорядка. Но при этом в этом беспорядке есть свой порядок. Здесь, короче, река, поэтому мы переходим по мосту. В общем, мы добрались в район Сиам. Ну, здесь все отели так называются. Сиан Приват, Сиан Дискавери. Мы живем в отеле Ибис Сиан. И вот мы сейчас, наверное, переулками пойдем туда, к нему, чтобы не идти по главной дороге. Покажем вам тихие переулочки. Куча проводов. Здесь вот так вот висит. Это такая система развешивания и проведения коммуникаций. Потому что счетчики сразу на улице. Вот так вот. Как надо, короче, все. По-азиатски сделано. Покажем вам дальше, что тут есть. Все, а пока уже идем в отель. Вот мы зашли в номер отеля. Мы решили попробовать одну прибауточку сделать. Когда требования к отелю пишешь, попробуйте написать, что это ваш ханимун. И вам, конечно же, подготовят подарок в отеле. Лебедей, конечно же, из полотенчиков. Это очень приятно. И, значит, цветами выложено сердечко. Вот, а еще... Еще в подарочек нам тут дали какие-то финтифлюшки от отеля. И фруктиков положили. Да, мелочи приятные. То есть это такой лайфхак. Если хотите начать свой отпуск с чего-то приятного, напишите им в требовании к отелю, что у вас ханимун.